Всем привет. Это моя новая лига 2 на 2 соло. Это круговой этап первый. Здесь команды играют по три игры, каждая с каждой. Всего пока что девять команд зарегистрировано. Сейчас играет команда Хмырей против команды Кумыс Гейминг. Интересная игра должна быть. Игры. Так, сейчас я напишу тут. Подпись к стриму соответствующую. Так, Кула что-то мне не отвечает. Думал пригласить его постримить со мной. Но он что-то АФК похоже. Так, что мы тут видим? Есть Гризли, Жука. Есть Войт плюс Акалит. Неплохие пики у Хмырей. Тут Туреточки. И Клетки тоже неплохо. Плюс Морфы. Но есть проблемы с шестой и седьмой волной. Второй команды. Засылы идут на второй левел. Смотрим, как справиться с дефом. Тут должен быть деф без проблем. Интереснее вот тут посмотреть. Так, тут стакнул Мисаба хорошо. Должен одну Русу Клодей впустить. А здесь? Здесь? Сейчас посмотрим. Войска вступили. Тоже. Почти. Пять штучек. Минимальный пропуск, можно сказать. Тут в ноль все дефнули. Фудо делает уже 5-1. Достаточно нагло. Ну, у него Войт. Получается. А, это не у него Войт. У него Морфы, да. Получается 6 парфов плюс Баньша в отводе. Ну, без СО должен быть деф. Если нормально стакнется. Докидывает Лучниц тут на третий. Ну, Лучницы тут не должны кому-либо помешать. Кроме, может быть, Росала. Если ему придет 2 лучницы, то он может его пробить. А тут у него одинарный. Да, ему приходят 2 лучницы. И мне кажется, это пропуск будет. Этот медведь как плохо вышел под фокус. Очень плохо вышел. В итоге Лучницы и все остальные зафокусили его. И в итоге Жук тоже может пустить. Или нет. Нет, вроде бы он дефейт. И Росал дефейт тоже. Так что все нормально у них. Ну вот, на второго медведя сейчас ему не хватит. Причем даже если он продаст отвод. Что же он будет делать? Достраивать третьего. Да, достраивать третьего. Ну, так себе, конечно. Не подрасчитал чуть Жук здесь. Видимо, он очевидно хотел апнуть медведя. Но не хватило ему одной голды буквально. С продажи отвода. Так, ну тут старый Войт достраивается. Все стандартно. Тут Туреточки. И Саба вообще наглеет жестко. Он сейчас может пустить. А то у тебя две баньши, конечно. Не знаю, насколько это поможет. Мне кажется, тут будет лик. Хотя фокус вроде более-менее пошел. Вот этот морф выжил. Да, фокус нормально получился. Поэтому тут даст итоги. Засыл идет на пять. Жук все-таки будет апать медведя. Сидит 4.1 вынужден. Тут добавляется еще Акалитик. А то вот, наверное, еще добавит, да? Нет, не хочет добавлять. Мы так, изи. У фуда еще Вайды. Есть тоже. Но с седьмой волной проблемы у них все равно. Поэтому они кидают пять, очевидно. Скорее всего, если у них не гарь, то будут апать короля дальше. Так, тут пришли кто-то какие-то. А, там орб был, да? Да, вот орбкой сейчас убивают. Тут три медведя. Должен быть деф. Вроде бы тоже деф. Да. Без проблем вроде все. Деф. Спасибо. добавляется еще void ну видимо тут ревайда будет на 7 так тут что тут пока ничего не добавляется кроме отвода соответственно тоже ставится еще клетка у спартана кстати большие проблемы сейчас будут на 6 то наверняка будет пропуск конечно будет стакать не саба но ты мне особо поможет я думаю кстати он еще и не не стакает стакает себе нормально или может это у них такой специальный план чтобы пропустить и лучше кинга успеть запад может быть в этом даже есть смысл пускает кстати спартан немного восемь штук тут спорно конечно к лучшему это или нет для них них явно не гарь судя по тому как они короля поют наверное у них стан мне кажется засыл идет довольно таки плотный так тут по 72 докидывается мелочь три хермита целых имеется должны пустить достаточно много хотя фуда может дефнуть неплохо за счет хорошего отвода но это ему нужно стакнуть луком он это и делает да он убьет сейчас луксу и дефнут он должен неплохо за счет этого спартана тут конечно сильно пробивает у меня всего 900 фейли к тому же а вот фуда дефать чуть ли не в ноль минимальный пропуск у него в итоге должны тут без хила дефать более уже кинг весьма сильный у них запад наверно докинут что-то на 8 смысле не докинут а зашлют спартаны куда особенно если прочитали что-то медведи есть пока не вроде все деревки на потратили тут рассал хорошо в принципе должен дефнуть имея четырех вайдов жук конечно пустит восьмую даже без засыла но она и не собирается дефать так клетку для приличия поставил можно было в принципе вообще делать 7 4 и просто апать короля сейчас хотя они штабы не планируют по моему они хотят 9 кинуть поэтому видимо рассчитывают что рассал сейчас в ноль деф нет а жук тоже пустит но не так много войска вступили в бой ну тут им везет и на 8 им вообще ничего не приходит в итоге они кидают 9 9 тут зайдет дефа 9 нету ни у того ни у другого конечно вайды есть но такое все равно жук пускает да понятно тут зачем-то стакают околитов то ли чтобы время потянуть то ли чтобы типа тоже забайтить на 9 левел засыл ну тут так не пойдет иначе они хил отдадут надо палить эмак элитов как ни пути да даже так хил могут отдать надо еще реген хотя бы апнуть наверное по разу апнули реген видимо на 3 видимо реген апнули так что у нас со стримом стрим сейчас должен как раз начаться поэтому пора дать ссылку во всякие разные места вот так вот вот так вот Здесь еще одна конфа, а вот она. Так, засыл на девятую, тут засыла нет, тут очевидно пустят оба, я думаю прилично, Спартан точно по крайней мере. Конечно клетки тут на пол, но это все равно не деф, ну и тут аналогично. Пропуск очень хороший. Правда Кинг тоже у них уже сильный и в принципе не надо его апать, скорее всего будет. Это должен быть без хила деф. Поэтому они кидают десять. Так, четыре верны тут есть, но они умирают с трех ударов от Кинга. Хотя, что-то как-то много зомбаков еще, а Кинг уже проседает. И тут еще стан сейчас будет, поэтому я думаю должен быть деф. Да, дефнут. крабик. Спартана. Зачем он ему сейчас? Просто, видимо, что пару-тройку подач впитал от боссов. Есть минус армор у него. Коза. Коза, кстати, тут неплохо смотрится под туреток. Тут нага и гоблин бластер. Так, фудорерол сделал очевидно. Тут три апнутых медведя. Четыре аколита целых зачем-то просал построил. И апнул вайда еще одного. Ну, они кинга апают. Девять атаки есть у них. Конечно, они тут пустят боссов. У жука даже отвода нету. Тут, если одного он заберет, то хорошо. Да, одного заберет. Тут, тут. Одного уже забрали. Но второго забрать уже не удастся. О, у фуда переотвод здесь. Решил он, похоже, дать шанс спартану поесть. Но спартан своих стакает. Кстати, зря он стакает, потому что без этих туреток его они могут их всех не забрать. Там фуловые боссы. Так, ну тут четыре босса и лучницы. Двенадцать хп. Три босса прям фуловые идут. По-моему, тут есть шанс даже хил отдать. Или нету. А, нету, дефнули. Все без проблем. Да, это похоже на хил. Да, хил отдают на десятый. Хмыри. Неприятное. Не успели запать кингани. Как следует. Тут на арену идет засыл. А, у жука был отвод. Видимо, он как-то просто сработал хреново или что-то я не увидел. Так, ну по показателям ситуация более-менее равная. Конечно, у Спартана и входа чуть получше. Но, в общем-то. Войска вступили в бой. Незначительно. Особо. Но, у них есть преимущество в один хил теперь. Так, арену они тут забрали без проблем. Но они кинули много на нее. Войска Спартан решил одиннадцатую дефать крабами. Так, что у нас тут по кингу? Тут кинг продолжает апаться, а тут двенадцать кидают. О, фантомы появляются у жука. О, фантомы появляются у жука. Видимо, жук и рассал будут сейчас копить просто на семнадцатый левел, имея фантомов. Тут же дефосемнадцатого пока что, ну, медведи как бы не особо котируются в этом плане. Их инком очень быстро убьет, и они особо не успеют там ничем дамажить, скорее всего. Поэтому можно считать, что дефосемнадцатый пока здесь и нет. Крабов не продает пока что Спартан. Ну, тут жук, кстати, неплохо еще должен дефнуть. Рассал зачем-то продолжает апать войдов. Не очень понимаю, зачем они ему. Потому что пора было их рольнуть, либо у него просто пик полное дерьмо. А роль-нибудь за деньги он не хочет пока что. Ох, у жука как хорошо вышли еще и в лайн. Тут дефит в итоге в ноль просто. Жестко. Еще и за Рассалом заберет почти все, наверное. Хотя нет, там медведи уже умрут скоро. Но все равно очень хороший деф. Так, тут что? Войска вступили в бой. Фуда делает семь-девять. Семь-восемь делается. Тут сейчас тоже, видимо, будет делаться семь-восемь. Нет, не будет тут делаться, похоже, семь-восемь. Будет строиться грифон. А зачем? Вот-вот поставить. Тут он должен дефать. Так был. Тринадцатую. Мог он себе семь-восемь позволить тут спокойно, я думаю. Так, у Спартана есть Фанты тоже. Вот Фанты с медведями. Это уже, очевидно, хороший деф 17-й. Скорее всего, пропуск только инкома. Войска вступили в бой. Правда, может быть, медведей у него уже и нет. Я не знаю. stories How are we now? бросал решил остаться 77 а чё так слабенько не очень понимаю чего именно он боится сейчас тут конечно они копят тоже типа опять решили без скинга кидать это чё было сейчас куда продал всех морфов строит фантомов прикольно да обоих фантомы жестко в итоге они решают разменяться на 17 по всей видимости и вот в таком случае уже 77 у росала как-то более оправданно смотрится подносим все равно нет дефа вот чем дело то есть не уверен что это мы сильно поможет то что он сидит 770 880 бы сидел мне кажется бы разница особой бы не было в дефе вот заслать бы он больше смог так рассал наконец-то роллит находит вертолеты капитана ну неплохо но опять же подо что все это грифоны на 17 это они ему не помогут на 20 да неплохо все выглядит под такими аурами печально еще то что они отдали хил на 10 поэтому в размене они легко могут проиграть на 17 даже если жук деф нет хорошо или даже один ком пустит дирижабли ки так ну росал просто тапает ауры ибо больше у него видимо ничего нет толкового плохо он конечно дефнет 17 надежда только на жука который еще если 10 сделал себе что достаточно нагло как вам не учитывая ситуацию войска вступили в бой конечно зашлют они наверное побольше чуть но у них нахил меньше и тут фанты у обоих то есть эти скорее всего тут выживают даже учитывая их слабого короля а вот выживают ли рассал с жуком это большой вопрос войска вступили в бой жук тут еще и пускает странно он ставит медведя 8 фантомов у него есть 4 мишки в принципе деф конечно хороший должен быть но дело в том что у рассала плохой будет деф прям очень плохой я думаю ауры тут не помогут ему под такой пик на 17 ну смотрим два демона пришло жуку кстати наверное это хорошо рассал в итоге лучше деф не то ажу тут пускает только инком по идее ну да два големчика но рассал все равно пускает но деф более менее да вышел в итоге за счет тут такого распределения инкома и они тут должны выживать вопрос только в том отдадут ли еще хил один ну похоже отдадут все таки я думаю хотя если они сейчас успеют этих демонов убить так варлак там в конце идет ну да это хил все таки тут уходит тут кстати тоже хил уходит но тут еще один есть жаба тут не спасет потому что она не согрится ну и получается что опять же в один хил преимущество у спартана с фуда сейчас но у них нет дефа 20 на данный момент причем абсолютно очень печально у них все с 20 пока что а тут вот рассал дефы более менее 20 как раз таки наверное 70 сейчас сделает так ну жука тоже 20 все грустно достаточно есть не одно танки войска вступили в бой но просто он будет ли вообще кидать на двадцатую кто-либо потому что дерево будет мало у всех спартан только вот 7 10 делает себе ну и рассал тоже самое тут 7 13 ну да фото нет в принципе тут и засылата не будет судя по всему максимум мелочь придет так у фуда появляются хадесы при этом у него имеется монорегин уже очень сильная фигня на лейт в частности на 30 плюс так за слов с 20 нет вообще никаких все он бятся по гуля кинули так у спартана тут есть вертолет есть медицин мэн есть у фуда вот этот дедок очень все неплохо смотрится на 30 плюс у них хотя сомнительно что игра дойдет до такой стадии так рассал тут типа страхует на 20 сидит он 7 10 и – Войска вступили в бой так тут пропуск две черепахи жук одну пускает тут деф ноль тут есть уже два хадеса войска вступили в бой дирижабль все таки это он не продал так ну арену арену по идее тоже должны забрать фуда и спартан но это не точно ну да забирают кстати тоже есть монорегин продаем он им пока не нужен особо так спартан не делает больше ламбер ну или у него достаточно низкая поэтому пожалуй не стоит действительно куда будут команды слать вероятнее всего это конечно будет 24 левел учитывая что тут очень много фантомов тут тоже фантомы есть жука конечно есть танки но они как бы не спасут на 24 тут его скорее всего русала как-то еще получше смотрится дав 24 но тоже не супер и и и Так, Так, появляется слог, появляются аппараты. Ну, спит дерево, именно должно в какой-то степени помочь. На 24 будет. Ой, на 23 кидают. Не знаю, по-моему, это ошибка. Такую кучу фантомов. Правда, тут фантомы у спартана вылезают как-то. Танковки для них, по сути, нет особо. Такой вот шейкер. Что это было такое? Слоны какие-то. Не знаю, посмотрим. Но мне кажется, что это будет дав. Тем более, что есть хил-1. Мутанты появляются еще. Правда, засыла на 28, я думаю, не будет. Но мутанты на 30 плюс неплохие. Нет ауру фуда, кстати, таких на ДПС именно. Ну, как и у жука, собственно. Засылка, конечно, вроде как неплохой, но... Не знаю. Видимо, они поняли просто, что в размене они проигрывают на 24. То есть, с другой стороны, можно было... Ну, хотя да. Так, ну... Ну, тут деф. Тут деф. Причем, достаточно легкий. Спартан тут демона убивает. Ну, а фуда вообще дефит ноль. Ну, и теперь, наверное, по два демона сейчас получат. Войска вступили в бой. И, мне кажется, это будет конец... ...игры. ...время тянется еще. Тут же от безысходности рассалки давят на инком просто. Так, ну... Рассала деф, в принципе, выглядит более-менее. Но в ноль он все равно не дефит, я думаю, здесь. Учитывая размер засылов. Да, тут по два демона кидается. Ну, жук явно не дефит. У него value не так много. И деф у него тоже достаточно... ...так себе. Две птицы почему-то не апнутых. Так, три демона, судя по всему, пришло. А, нет. Просто спартан не стал два демона слать. Кидали мелочи, правда, зачем-то. В итоге... ...красал-то может дефнуть. Он вот тоже вышел тут в лайн. По-моему, дефует хорошо. Хотя нет, не дефует он. Дефует он, да, неплохо, но... ...не в ноль. Ну да, это ГГ. Первую игру... В первой игре побеждают... ...спартан и фуда. Так, сейчас будет вторая игра. Надо спросить у Кати. Может быть, она будет стремить со мной. В первую игру... ... Продолжение следует... 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 он не хватит да не хватает да поэтому как бы у него на 4 даже могут быть проблемы так мне кажется делает он еще виспа и видимо хочет достроить а нет отменил виспа делает 5 2 и устроит сейчас наверно еще одного колита он апнет этого ну апнета и отвод скорее всего двойной силы но это не деф по моему ну а зато 5 2 ну да ну спартана кстати тоже деф не очень четвертый если был засыл сейчас будет жестко порвало мне кажется я так понимаю он не хочет вторую деревяшку подстраивать будет а потерка на 5 не знаю что он вообще хочет делать по моему тут глупо зачем терки нужны я пока тоже не понимаю может быть еще что то есть на подстройку ну куда тут то хрена просто лекает как я и думал спартан ламбер заказывает но на орка ему все равно хватит если он будет доедать сейчас деревяшкой ну в итоге они 5 еще пустят сейчас засыл тем более идет ну и они тоже закидывают если 5 пустят много то если скилл будет какой нибудь укинга типа горения то можно и хил отдать кстати смотри щас какой скилл покажут у меня стан у меня волна а у меня это кто у меня это у тебя наверно это жук да да апнула норка ну это бред хз ну это стиль спартана хотя такая игра да ну вот он даже щас не дефнет подзасыл мне кажется пятую хотя ты вот хороший но фуда наверно тоже не дефает фуда конечно не дефает у него вообще все плохо ну посмотрим ну арчан без орка значит деф хороший будет ну да тут изи ну верно кстати пустят да интересно посмотреть какой будет деф ну кстати пропуск не сильно большой дерево дефает спартан даже дефнул там засыл правда был не очень такой там они немного кинули по моему ну и здесь тоже все хорошо здесь да юра только пусть здесь что да прилично показали уже все что да с Лампер высокий Ну и Жук Красава тоже по моему собираются устать Спартану не хватит, кстати, на дерево опять же Ну да, ферму Как он собирается, я не знаю Может быть, а еще одного орка будет? Орки, горно на 7 Вот мы и узнаем Правда, и не шлют на 7 Откуда тут, похоже, пускает еще Хотя Нет, вроде не пускает Нет, вроде фокус хорошо Да Распределился Но засуну не очень большой будет Да, но эти копят куда не копят На 8 Ну, скорее всего, будут на 8 Спартан продал вот такие Достроил деревяху Риорка продал в основе еще одного Да, они опять очень наглое кидают как-то Удович Слит вообще 870 вала Ну, тут они сейчас на инкоме вытащат Ломберы высокие Да, но они и так рисково просто играют Ну, сейчас полутапать кинга и все Если бы сейчас на сут пришел, я думаю Хотя там стан на 8 Будет Юра очень хорошо ставнул Всех хермитов убил Нормально Топор остался Угу Ну, рассал пропускает полулоны Достаточно много, да, опускают Да, 27 штук Это прилично Надо кинга опать Я думаю, они и оставили Чтобы опнуть, если что, кинга Ну, понятно Тем более волна Ну, просто если б был размен, например, на 7 Я даже не знаю тут Мне кажется, что Выиграл бы жук и рассал все-таки Вообще Возможно Они бы лучше, да? То есть, эти еще хуже бы гатнули Потому что там худо без засылок Сейчас протек Да, а тут У спартанов всего одна деревяшка осталась Угу Какой-нибудь орк бы и ее бы не было Так Без хила же они? Да, если б жук еще убивал, то надо сейчас Да, все равно хил не уходит Да, все равно хил не уходит Досыл На 8-ой от Спартана На 8-ой тут вроде как хороший деф Я так понимаю Жук Жук отменил Хочет, наверное, еще одну клетку Нет, троля достроить Четыре арчи У рассала не дефают восьмое лео Или он хочет пятую поставить 163 голды у него Будет он апать пятую, не будет Потому что с засылом это точно не доходит Особенно под Урсой Ощущение как будто он Нет Не приходит Ну, значит приличный пропуск Да, ему еще и идет Урса и два кода Могут так хило дать, да? Ну да Кинг не успел отрегениться Ух, затерлась Да, надо тут апать среди, а на ночи Да, 29 штук, но они должны были до села ожидать Не знаю почему они решили так заломбить и не построить Ничего Может и не ожидали Четыре Четыре Там видели арчиев Последили волну Думаю, что не докинут Вроде бы тут должны дефнуть сейчас Волну и половину убьют Хотя там жирные Урсы идут еще По-моему догрызают Или нет? Зависит от того сколько регена апнут Не, нормально Сейчас волна уже откатится Миша апнул шесть арчей Шесть арчей Шесть арчей жёстко Может боится засыл еще и на девятый Может быть да Жук тоже достраивает Все таки я думаю, что они решили, что будет засыл Что жук я строил Вот Огрыш Апутала Да Апутала Жёстко Блин У него просто у жука вылью очень мало было Без засыла протек Он и так вот сейчас скорее всего Ну да Обе команды на десять засылают У этих тут еще подапают У этих тут еще подапают Да Параллельно Вижу Потому что деф у них не супер Даже что арчей Накритует Ну Но у жука в принципе тоже не очень хороший деф Арчи то Явно не дефует десятый Ну да Но тут уже кинг подапан Атаки совсем нет Да Атаки нет Ну и тут Лина у Спартана еще Жесть Очень хороший пик Я думаю у него даже с засылом будет деф 0 Да С Линой скорее всего Да У Фуда не знаю Что то странное он настроил Куча деревяшек Не апнутых Ну это он на восьмую так строился Потом нормально две из них Он апнут скорее всего Увидела что у него столько деревяшек У Рассала так и осталось шесть арчей А то стопроцентный не деф Он еще и без аг играет Ну тут у него без разницы уже Невсумально Да Все на трех басов пускает Ну и жук тут Тоже не дефейп Что я ожидалось Он даже двоих наверное не заберет Потому что расфокус Ничего они опять похоже хил отдают На десятый Если А у них два хила Да Да Ну если здесь не два хила Отдают Четырнадцать атаки Нет Ну два не отдадут Там залитые вон двое С этого сейчас С этого сейчас упил быстро Ну так спартан с линой все дефнул Сейчас еще этого заберет скорее всего Застапают Угу Угу Да Забрал Хотя нету деф Нормального села Оказалось Так много идет Ну они шли типа так в разнобой Там сначала один пришел Они его убить успели Ну да если бы все вместе пришло Угу Убросало вертолет есть Угу Ну здесь арена за спарта на больше и пик более сильный гораздо более не надо чего стоит срезать и которые все это развалят деревья которых не о чем купить м в чем 76 все больше у него вот и не осталось нету дефа одиннадцатый можно на одиннадцать кинуть а не пустят до хрена ну да ну спартану здесь больше нечего бояться у них кинг хорошо опнут у Элли много, 12 у них в принципе нормально дефают он скорее всего одну деревяшку пахнет если еще одного резака поставят он вновь дефейт засылан даже да да кидают они на одиннадцатый небольшой засыл но я думаю этого достаточно конечно у 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 Да, но тут Ограф развалил просто Варлок, поэтому они особо не помогли тут. Бросался, т.д. и это нормально. Всего 20 штук где-то, 21 штук пройдет. Очень даже хороший дох. Да, для такого вылью. И кидают они на 12. Мелочь. Хотя, я думаю, это очень бесполезная затея. Ну да, Фудо должен там дефать. Хотя он ломбер сделал, он не сможет поставить сейчас еще Рязака. Ну даже так он не хорошо. Даже с этим он не дефал. Да. Да, у Жука такой себе пик. Ставит он ледяного дракона. Да. Рассал тут, я так понимаю, вертолет только апнул. И все. Из портана апает дерево. И Фудо апает слоу дерево. И вроде как паука. Да, паука апает. Ну, Спартана пучевелью. Когда апнул он зачем-то серединное дерево. Ну, у него свой взгляд. У Спартана, да, всегда свой взгляд. Не поддающимся порой логическому объяснению, ну да ладно. Посмотри, сейчас бьют как раз эту деревяху. Ну вот она так вышла. Так сложилось, скажем так. Да, Лена тут неплохо подбивает. Двадцать семь штук. Хороший, да. Угу. Восемнадцать штук пустил Жук. А Спартан-то апает кинга. Двадцать семь атаки там уже. И скорее всего будут, будут на семнадцать кидать. Да. У Жука как-то все грустно пока что. Ну да. Решили они тоже. Проседает сильно. Единственное, что их может спасти, это хороший пик. Если вдруг сейчас они что-то хорошее поймают, потому что с тем, что есть, на семнадцатый МГГ. Да. Ну, Росал вот в деревьях ловит. Ну, Жуку тоже что-то надо поймать. Потому что если Росал пропускает инкон, то Жук пускает абсолютно все. Да. Как я понимаю, он сменил пик. Варлоков наставил. Угу. Очень много они схопят. Что они, наверное, будут пытаться пережить семнадцатую и скопить на двадцать. Ну, Жук даже тринадцать не дефит. Что уж говорить о семнадцатой волне. Жук, каждый Зайвол сейчас будет пикать. Сейчас он на четырнадцатую и ликнет. Мне это все на руку как бы Спартану и Фуда. Да, больше скопят. Больше кинут. Им уже бояться нечего кинуть у них почти фу. Угу. Угу. Жук снова ролит. Пытается что-то найти, но пока похоже. Фуда тоже ролит. А, особенно потому что он продает, он нашел... А, нет, он нашел теников. Ну... И вертолет. Неплохо, конечно. Ауры хорошие. Не допускает только он сейчас за четырнадцать. Всего... Две двести сорок вэлью. Очень мало. Да, должен пустить. И инкома не слишком много, чтобы иметь хорошее вэлью на семнадцать. Угу. Угу. Да, говорю, он будет проседать сейчас. Угу. Угу. Да, говорю, он будет проседать сейчас. Угу. 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 Ваше Birch... На Digester. Да, нашли кого сделать крайне, короче. Надеюсь, он не обидится на это. он тут оплатить как не просил по валу сейчас было бы все норм но у него очень много а вот хороший но миша скорее всего будет ставить четыре деревяшки обнутые пытаться выйти что тут у фуда он сменил у него там некор и в принципе больше ничего на он не поставил только вот резаки не знаю это в прошлом пике он поставил их или в этом уже то же самое резаки прошлом тут не повторяется а здесь не повторяется да наш прошлом видимо в этом ничего нет вас он не достраивает что-то новое я делаю такой вот да возможно но вряд ли придется сумма 17 хотя вроде копят жук с росалом тоже куда-то дерево продвинуть мало пока что ну да жук тысяча 300 у нас с росалом купят уже купят уже на 20 мне кажется вот это будет на кинге ну жук скорее всего будет так и ставить теников больше у него выбора нет на миша выходит 4 деревяшки думаю должно ему хватить у него еще 200 голды осталось куда не достраивается скорее всего хотят по 2 кидают обе команды на 17 да скорее всего фуда пускает и будут пытаться по 2 да стакает спартан деревяшек чтобы время потянуть а да вот да да в Да, у росала 4 дерева, у спартана тоже 4 дерева. Кидает спартан 2 демона, очень большой засыл и ставит жук отвод, чтобы растянуть время. Спартан дефает, не приходит ему демон. Так, что тут, все плохо, да? Да, у жука все плохо, спартан дефнул, демон ему не пришел. Я думаю, что, хотя демоны идут в конце, не знаю. Дефа, например. Другие хилами могут дефнуть. Могут. Но. Нет, не дефают, это ДГ. Да. Все варлока не убивают. Нет, даже Арчи не помогли из отвода. Он не полно спил, да? Да. Станк бы помог. Здесь буквально немножко, скорее всего, не хватит. Да. Да. Не хватило еще хила. Всего-то всем горело. Обидно. Так, вторую игру тоже. Не просто, кстати, чертнули. Вторую игру тоже проигрывает, получается, жук и спартан. 2-0 счет. Третья игра что-то будет. Спартан отыгрался после наших игр. Не могу я в игру зайти. Сейчас, наверное, Юра напишет, чтоб я вышла. Порчу ему игру. Я вотк. Там哦. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот некоторые еще называют тайдом DimaTorzok 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 Если поймает имбу в жук, то я думаю, победа будет их. Да, но имбу может поймать кто угодно, а может и не поймать. Угу, не прогрузился жук. Вот и поиграли. Ясно. Странный вопрос. Цвет лечит. Ясно. Он на синем, что ли, был? Нет, там росал был на зеленом, по-моему. Ага. Очень большая разница. Ну, он привык, видимо, играть на фиолетовом. Я вот привыкла играть на красном или на зеленом. Особой разницы не вижу. Кстати, на желтом цвете тоже как-то не так. Чем на красном? Как на красном, да. Я тут ставила отвод, и то, что сработало на красном, на желтом не сработало. Может быть, поэтому я так решила. Так как я ставлю обычно, я не замечал такого. Я знаю, но это была бы инша. Так-то милишники, их хоть куда ставь, они, в принципе, срабатывают. Пятая клетка или четыре с половиной. Не, не все, допустим, этот, как его, крестьянин, который очень плохо агрится. Да нет, вроде не замечала за ним такое. Но я именно про баньшу говорю. Всегда я ее ставила. На красном все нормально. Я в основном на красном, например, я тут поставила на желтом. Она как стояла, так и стоит. На пятом левеле, на седьмом стояла. Странно. Два пола. Два слова мишки. Интересно. Нарфилус сделал он сразу. Нарфилус спартана. Жук вообще. Строит какую-то хрень. Грызли Куфуда. Жук, видимо, отчаялся. Но это он, наверное, так решил. Он просто поприкалывался. Наверное, сменил пик. Да, виверный опять. Жук на виверных, это, короче, провал. Я так понимаю, так как Миша не продал хотя бы одного мишку, то у него тоже пик не очень. Возможно, вполне. Может быть, у него там фантомы какие-нибудь на пристройку. Тут, короче, у спартана и фуда очень хорошее сочетание. То есть, один деф от 7 у них, второй деф от 8. Ну и 6. Так, так вот, спартана период. Так, так понятно. В принципе, такое регулярно можно наблюдать. Он, видимо, уже так на расслабончике играет в последнюю игру. И решил, почему бы нам не слить? Почему бы не сделать какую-нибудь фигню? Ну, надо было начинать с 4-х морфов тогда, у меня у Мина. А уже на 2-й ставить вот-вот морфа. Возможно, он хотел просто растянуть деф? Ну, вот так заканчиваются обычно такие попытки растянуть деф. Не очень хорошо. Да. Рассал достраивает айстроля. Фуда меняет пик. Решил сделать... Ведеми играть странно. Решил сделать 3-0 и поставить мудную. В ситуации, по-моему, надо было медведеми как раз играть. Ну, да, что взаимопроменяемая игра пола. Да, Спартана страховательность. Все, по-моему, все закинули. А, нет. Рассал кинул арчей. Уж соучницы пришли. Куда? Может его пробить, мне кажется. Да, он могло наменьше хп, чем у мишки. Хотя он ваншотит, да? Да. Да, но его что-то. Он пробить должен. Было бы две мишки. Дай, по-моему, ноя. Скорее всего. Ну, либо инком один может быть прошел-ка. Да нет, ноя подошел. Здесь, в принципе, немножко прошла. Ну, там просто отвода не было бы. Ну. Или у него там отвод за 10? Какой-нибудь там отвод я не помню. Не видела. Уронь за 10. Еще одна лавка из троля строит. Рассал. А у жука-то фантомы. Только без танковки, конечно, они бесполезны. И сидит он на третьем 2.0. Тут, кстати, рассал не может так, по-моему, и не дефнуть. Хотя без осыла, наверное, дефнется уже. Ну, без осыла, да. Отвод есть. Вроде все нормально. Скорее всего, фу-да будет мишку апать. Ага. Жук с рассалом арчей засывают внутри. Ну, тут Спартана для арчи пришло, да. Мортов не пробьет, скорее всего. Учитывая, как он обычно стакает, его может убить. Стакает так себя. Еще хуже, чем я. Кстати, Морф сейчас убьет одну лучницу. Да. Все равно этот, по-моему, пропуск. Да. А, небольшой, но пропуск. И засылают они на 4. Спартан. Урса. Что тут? Фу-да так по мелочке дает. Показали они мишку. Теперь жук знает полностью их пик. Фу-да делает 5-2 уже, кстати. Как он собирается дефать? Никак, видимо. Раз на 3 кинули, значит на 4 не будет засыла. Типа решил Спартана подкормить, да? Ну, я думаю, вот это... Типа на 3 подкормил, я его на 4. Он троля поставил, я думаю, это деф. Не, не думаю. Ну, сейчас посмотрим. Еще одного фантома ставит жук, и сидит он 4-0 на 4. И Миша сидит 3-0. Очень просятут они, кидать им будет нечего. Да. Пики у них не очень, не везет им сегодня. Не очень. Я уверен, кстати, что стоило так сидеть. Возможно, стоило пустить даже. Ну, я думаю, они ожидали сейчас засылы сидят, и скорее всего на 5 они ничего не будут строить. Ну, это понятно, но они... Просядут, они на 7 очень мало кинули. Ну, вот сколько кинули. Стоит ли это того? Тем более, в принципе, верный деф будет очень хорошо четвертый. Особенно, если фантом будет танковать. Даже с кем-то фантома. Причем одна мелочь, как я понимаю. То есть там он бы хорошо дефнул с одним фантомом. Раз салс 3-0 не дефает. Фудо все-таки пустил 8 штук. Как ты и говорил. Ну, еще бы. 8 это еще неплохо. Жук показал, что у него вилы. По-моему, он до этого не показывал, да? Да. Сейчас можно было не показывать. Угу. Спартан кидает на 5. Жук 5-2 делает. Ну, раз салс 4-2 делает. Как я ей сказала, не строят они. Ну, понятное дело. А то только усилили. Фудо ставит снайпера. В принципе, неплохое у него, да, будет седьмой волн. Только вот пятую, как он дефит сейчас, и от КЗ. Ну, может, пустит немножко. Ну, да. Морфы должны подъесть. Ну, они еще заслали тут на 5. Кстати. Я думаю, что раз салс не дефает. Да, и жук не дефает, по-моему, у него сейчас под фокусом фанты умрут. Да, салс не дефает, как раз таки нормально. нормально ну и жук тоже гафнул да, жук в ноль футурса, видимо, пройдет да, скорее всего, это не факт да, футурса проходит так, там где-то штук 8-9, да, пустил футу да очень нагло, конечно, он играет не в первый раз, причем уже апают кинга, спартан ты просмотрел я, какой скилл был у кинга я тоже просмотрела ну, этих точно не гарь, все легко всему ну, спартана, да, раз они апают, значит не гарь да, причем апают от нуля, они уже три атаки играет не всего это какой-нибудь стан жук апнул в фантом, они уже не будет ничего достраивать и отправляют они засыл на 7 идет жука, видимо, нет танковки в итоге в итоге он может так даже без засыла по уму 7 пустить ну да если выйдут фантамы, то пустит ну да, если выйдут фантамы, то пустит на морфах, да? ну да фуда, наверное, сейчас будет мишку апать ну он обязан сейчас это делать ну он обязан сейчас это делать так, ну спартан тут понятно, что апает атаку и, ой, этот, хп пустит много худа, худа апает снайпера странная у него стратегия и ставит еще одного может быть он думает, что не будет засыла на 7 я не знаю я бы на его месте не знаю, я бы на его месте все-таки апнула мишку ну, конечно, медведь один из лучших юнитов против седьмой волны апнутый а не апнутый он просто как кусок мяса он только впитает дэмэдж и все по сути считает, что апнутый зевс больше дпс выдаст спартану не приходят хермиты хотя пускает он очень много непонятный пик абсолютно не предрасположен к дэву седьмой худа тоже прилично пустил я думаю, что с медведем лучше был бы дэв хотя он убил инком весь но все равно ну волна так, ну это хил по-любому наверное в один хил тут отделаются ну да и кидает они на восемь хотя там, я думаю, будет очень хороший дэв восьмой волны но жук пока и не апает нет что-то куда-то у него копят да, копят на девятую, видимо возможно но тут поели они сейчас хорошо красал в ноль по идее не дефает сейчас ну жук дефает скорее всего в ноль фантомы покоцают, виверны добьют или надо ну да, возможно фанты должны типа мелочь быстро убить основная их задача приличные засылок спартана на восемь прям так много мелочи ну на самом деле на двоих это не так уж много получится на деле три кода но все равно рассол тут пускает явно жук не знаю, посмотрим да, интересно как жук дефнет но у него почти 1300 вэлью так, мелочь, похоже не успеет выйти или успеет успеет да, вот сейчас мелочь погибает быстро ну по-моему это вид небольшой да ну да, подкинга все равно да, раз стал увлекнул почти все пол волны суда не дефует без засыла все таки да, жук за полкинга не знаю не знаю только хватит этого или нет чтоб дефнуть без хила по-моему не хватит этого да, не хватит он их гаишь что ли? я не знаю что у них ну точно не волна да и атаки у них 7 не каждый раз с одного удара не каждый раз он шутит да, похоже немножко не хватит не хватит у тебя вроде бы деф он шутит да, без спартам в в в в в спартам 7,5 спартам спартан не дефает девятую кстати вообще никак да и фуда тоже потому что у него медведя аппетитов нет или мало на острове 5 будет а спартан кидают на 10 в поле менее а вайжу кидают на 10 так но у спартан поле менее за счет пускаров а фонда то что вот тоже да он делает 7 5 и скорее всего будет еще аппетельсов да пускают они сейчас вдвоем девятый как прилично 25 штук так ну расала должен быть 0 до 10 долину аппетельсов сейчас у жука не должен быть деф 0 потому что вижу я так вот раз фокус у них у жука не успеет кинг отхилиться если вдруг что-то пойдет не так и тогда они отдадут видимо они рассчитывают что раз а вот они вроде кинга начинают подапывать на аппнули они регу еще раз вроде там 3 реги по моему да да еще аппают регу аппетельсов аресал не оставил даже астроля не аппетельсов он аппетельсов чтоб хорошо дохнуть 10 10 да он их не роллил они в этом пике у него да ну да вроде тогда он может сейчас достроить еще не аппетельсов он что то не делает этого а он ламбер решил сделать еще очень большой засыл да жук тут точно не дефнет ну одного он убивает и все да быстро от одного босса а дальше тут мелочь подходит и его сейчас начнут бить разных так ну рассал вроде дефает да спартан с худа по 2 пропускают а кинг у них не очень хорошо аппнут да и вот они все вместе скорее всего хил это может быть хил рассал кстати еле еле дефает старт с Амелину сейчас путь надо пробовать добить ей так ну щас снайпер должен согреть да да и это должно их спасти да и это должно их спасти так лимон не достает не смогли никого забрать не смогли никого забрать там тоже без хила Нас найперы спасли, конечно В итоге, конечно, по показателям Опять же, преимущество очень большое По инкому, в частности Ну да Спартана и Фуда Ну, архивы у всех есть И тут есть фанты Тут есть мутанты в Росалу еще, которых он продал Жук сейчас настроит неопнутых фантомов Видимо, и будет ролить Ну да, танковочку какую-то искать Нужно ему Либо Фантомы будут Пропускать на каждом левеле Так, Спарта и Фуда достроились На арену, я смотрю Забирают ее Спартана на 7-6 хватило Фуда тоже на 7-6 хватило С арены Да, в итоге, по сути, только по инкому Преимущество у них Это достаточно приличное Красал тут немножко отстал от остальных Всего его не самого удачного пика Для начала игры Да, вообще удивительно Как он таким пиком хорошо отыграл Сложный пик у него Ну да Хорошо разыгран Да, Спарта В 12 кидает Жука поет кинга Жуку надо апать кинга Сейчас и копить на 17 Ну что они делают? В 17-й вроде хороший Должен быть Полностью они апнули хп Апают атаку сейчас Будут они фулл апать И да, и на 17 копить Потому что если жук поймает Танковку То он будет дефать очень хорошо все Ну и рассал С мутантами будет очень хорошо дефать Да, у него слов есть уже И муты Надо настроить как-то впереди Не знаю Типа видимо Чтоб слоу подольше прожило Я думаю Чтоб расфокус был Сначала будут бить Ну да А потом выйдут слоу И переключится Голева Да, да Типа толчится Спартан пик поменял Стимов не стал ставить больше Ну видимо 2 Показалось ему достаточно Дело в том, что стимы Как бы сами по себе Они тут голые Почти И есть с них Но это тоже Такой себе деф Стимы со слов деревьями Это уже намного лучше А у фуда тоже стимы Правда стимов уже нет Ну видимо он считает, что 2 штуки достаточно Скорее всего они будут сейчас рисковать тоже на 17 Без аппакинга Ну это очень прям рискованно Правда они не видели мутантов Поэтому да, могут Что-то такое попытаться сделать Так, 12-х КПТФ Более-менее Жук мало пускает 7-8 делает фуда Я думаю он дальше будет делать 7-9, 7-10 В виде тапнутого Кинга Засылает Не ждет В ближайшее время Будет Податывается ХП Под шумок Да, видимо опять же будет Размен на 17 Скорее всего Скорее всего Третьего стима фуда ставит Спартан тут Опнул слово дерево Сейчас надо поставить Ису четвертого и роль нет А жук-то поймал Тинников Тинни отлично Да Фантомы под тени Очень хорошо Тинни отлично Спартана Спартана поет Кинга Но видимо они будут Не кидать 17 Возможно будут Пытаться пережить И закинуть Какой-нибудь 18-20 Но они видимо Планируют сидеть Вот так как сейчас сидят То есть С большим валом Возможно А потом кинуть на фонтанов Просто на 20 Да Возможно так И есть Сутро-салу Может дыхнуть Хорошо Двадцатую Но есть длины Как к дирольному Похоже Да Скинов не продал Ну и не апну Ну апну Тебе денег сейчас нет Нет Ну Он может И вообще Апать не будет Ну это глупо Тогда зачем Они нужны вообще Моментально Големы развалят Этих Неапнутых Но много Вэли будет Реально много То есть там Где-то по 4-700 А то и по 5000 Каждого Ну да НКОм большой Продолжают они кинга Апать уже Фулл скорее всего Апнули 30 атаки Полностью Кубе Еще и деф Вырисовывается Неплохой У Спартана Истиники Плюс Слов Да Идала Танка Скорее всего Деф Будет Хороший Может быть Даже Хилы Не отдадут Это что Фуда Агрифона Поставил Фуда Да Агрифона Поставил Ну видимо Он не собирается Апать танки Прикольно Видела я уже Подобную игру От него Значит они просто Понимают Что переживут 17 В любом случае И готовятся И 20 Уже Таким образом Возможно Потому что Я думаю Если бы он Хотел Апать танки Он бы их уже Апал Заранее Ну что Он строит Грифона Возможно Танки у него Будут Как Именно Как Танковка А не Как Ну да Очевидно Так Будет Танковка На 17 Из них Конечно Может быть Они ожидают Что не будет Засыла На 17 Если Они Танки Тогда 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 бы Спартан Не строил Танников Сейчас Не Просто Тут Расчет Видимо На то Что Спартан Хорошо Дефнет Во-первых Да У него Велим Будет Очень Много Точно 5к У него Будет А этот Решет Просто Больше 20к Уже Готовится Да Возможно Возможно И так А Засыла То Нет Интересно Может Быть На 18 Хотят Кинуть Тогда Грифоны Он Строит Точно Не зря Или Сразу 20к Потому Что На ней На 18 Будут Получше Уже Это Решение Как бы Худой Явно Себя Оправдало Так как Засыла Нет На 17 В этом Случа Действительно Неапнутые Танки Эти Гораздо Лучше Будут Смотреться На данном Этапе Ну Кстати Дерево У жука Не так Много Демон Проскрафинг Только Ну И так Палеоны Тут Игра Просто Это В этот раз Быстро Проходит Никто Ни Сейчас Ну Да Дерево Особо Не Смело Оступиться Возможно Поэтому Решили Не Кидать 17 Не Удивлюсь Если Будет Размен На 20 Лау Да Вполне Возможно Рассауна Куривает Кстати Мутов Ну Думает Что Возможно На 17 Будет Засы На Он Рольнула У него В Полифеникса Да Еще Лину Одну Поставил Да 20 Деф У него Хороший Должен Быть Тоже Скорее Себе Будет Сидеть С Большим Велью И Дефать Каз 20 Пока Проблемы Не Очень Хорошо Да Акцент Они Все Таки Сделали На 17 Что Жук Что Рассал Боялись Они Засыла На 17 Ой Что Это Мне Злагало Ну Ты Здесь Не Лагаешь Небе Хорошо Да Все Видимо Рассал Понял Что Скорее Сего На 20 Будет Начал Строить Вайперов Три Лины Будет Он Еще Не Роли Вот У него Один Пик Да Хороший Пик Да А У Жука Тоже Будут Фениксы У Спартана Питы Спартана Куда Юзей Баги Так И Запишем Безопрещенный Прием Чтоб До Кинга Поздно Доходили Безопрещен До Фениксов Жук Ставит Ну В принципе Пока Все Спокойно На Следующем Левеле Узнаем Да Вели Очень Много Конечно Спартана Да И У Худа Тоже Разница Очень Польшая Если Учесть Что По Ламберу У них Одинаково Причем Дерево Тоже Одинаково Примерно Опять Убежал Грифон Почему То Спартан Никуда Не кидает Неужели Они пытаются Они пытаются Что ли Попробовать Дефнуть 20 И Закинуть Какой Нибудь 23 24 Ну Раз Они Не кидают Значит Да Так И Хотят Ну Не знаю Выгодно Это Или Нет Ну Учитывая Как Жук И Рассал Просели Они Явно Не Переживут Их Засыл Но Главное Сейчас Им Сам Не пережить Это С Таким Вэлью Да Я Думаю Жук Бы На 20 Засыл Не Пережил Ну Рассал Мог Дефнуть Хорошо Ахилы У них Все По-моему Ну Ну Вроде Да У Всех Подва Хила Я Думаю 20 Помогли Пережить Но Скорее Всего Будут На 24 Кидать Потому Что 24 Никто Не Дыхает Ни Жук Ни Рассал Очень Большой Отвод Ставит Спартан Жук Тоже Ожидали Что Кинут Что Тут Фудо Скорее Все Две Черепахи Пропускает И Демона Нет Одну Черепаху Одну Черепаху Фокус Хорошо Спартан Две Черепахи Трикрат Кинолио Но Это Явно Хил Уходит Да Скорее Всего Хил И Все Ну Да Хил Все Да Будут Кидать На Какой 24 Сомнительное Что Жук Сумеет Пережить Такой Засыл Не Сумеет Точно Ну Да Тем Более Нечем Да Да Один Всего Они Быть На Арену До 250 Накидали Инкома Чтоб Красиво Смотрелось Суровые Гыргызские Ребята Не до красоты Расал Все Не Еще не Ролит Ну Он Еще Феникса Тринера Построит Он Понимает Что Это Засыл Явно Не На 23 Левел Да Так Ну Арену Арену В принципе Неплохие Шансы Забрать Есть У Жука С Расал Там Много Magic Damage А У них А У этих Много Бега Фора Так И Есть Муты Там Еще Тоже Наваливают С Димам Да Забирают Вроде 7-14 Фуда Что тут 7-13 Спартан Жук 7-14 Будет Нет Не будет Будет Скорее Все Достраивать Понимает Он Что Сейчас Лучше Сидеть С Высоким Вэлью Чем Делать Лампер Потому Что Засыл Будет Не Влейте Не На 30 Что Тут Нужно Переживать Расал Наверное 7-12 Будет Делать Или Расал Отжимала Вэлью Да 7-11 Он Остается У него Точно Нет Шансов Отдохнуть Ну У этих Сейчас Кто-то Один По идее Должен Не Строиться И Пускать Да Тут Валю Прилично 22-й Точно Отдохнуть Типа Если Разделить Каким-то Образом Пачку То Можно И Пустить Допустим Фуда Мог Б Ну Фуда Как раз 22-й Скорее Всего Дех Вдвоем 23-й Фуда Дех Нет Грифан А Вот Спартан Бумок И Разделить Хотя Он Строится Ну Да Видимо Решили Что Это Будет Достаточно Надеюсь Что Они Не Копят На 27 Какой Нибудь Фуда 7 15 Сделал Ну Что Были Сделать Жука Рассал Похоже Вразмен Хотят Кинуть У жука Ходесы Будут Пытаться Дех Нить И уйти На 31 Потому Что У них Пик Для 31 Будет Получше Да Охз Как Он Переживать За силу Такой Там Два Хила Да Да Все Равно Сложно Будет Тем Более Что Ну Вот У Рассала Появляются Деревья Но Он Не Успеет Построить Достаточно Количество Чем 23 Накуривает Причем Ну Да Странно Неужели Думают Что На Фениксах Будет Засуну 23 Да Тут Феникс И Фантом Мы как раз 23 Они пережили бы Угу Равно Мне кажется Она без Этого Дефает Возможно Хотя Нет Не Дефает Будет Будут По 2 Кидать Очень Большое Засыл Кидает Мелочь Уже По 2 Кракена По 3 Кракена Бегемоты Куча Крак Леоны Я думаю Жук Не переживет Этот Засыл Да Почти Наверняка По 4 Кракена Кинули В ноль Строится Жук Ставит Краба И 2 Мины Рассал Видимо Тоже Апает Ферму Сейчас Да В ноль Достроился Поставил 2 Яйца Что это За ХД С такой Вжжатая Ужука Не знаю Я тоже Смотрю И думаю Что это Что-то Интересное Отвода Что-то Задержал Потом Ну да Скорее Всего Он будет На месте Стоять Но Почему Тогда Просто Не было Сделать Отводы Не знаю А Ну Я понял Хотя Это Типа Чтобы Просто Чтобы Свою Волну Задержать Да Он Буще Рассал Если Деф Не Чтобы Короче Да Чтобы У него Сейчас Задержалась Просто Волна И То Что Рассал Прошло Прошло Быстрее Да Ну Я думаю Тут Бесполезно Бесполезно Да Задержали Просто Огромные Демонов Тут Убивать Не хотят Спартану Два Демона Пришло Ну Скорее Что Да Одного Демона Убил Спартану Судо Вновь Дефает Ну Это ГГ Все Это ГГ Да Между Прочем Я думаю Что Это Бесполезный ХДС Потому Что Если Был Вдруг Рассал Пустил Да Он Еще И Сагрил На Себя Да Он Бо Сагрил На Себя Не То Что Бесполезно Он Вредный Он Вредный Да Если Б Например Жук Дефал А Рассал Не Дефал То Жук Б Из Этого Не Дефнул Да 3-0 В итоге Выигрывают Спартан Куда К сожалению Не Удалось Жуку И Рассал Забрать Ни Одной Игры Повезет С кем Нибудь Другим Да В любви Повезет Да Может И Так Ладно Я Все Спасибо За Что Что Спасибо